Городской клинической больнице номер 10 созданы все условия для того, чтобы соблюдать санитарно-эпидемический режим против коронавирусной болезни. В первую очередь все ургентные отделения, которые принимают пациентов, которые не имеют известного статуса по коронавирусной болезни, устроены особым образом. Все помещения поделены на так называемую условную грязную, буферную и чистую зону. В чистую зону поступают больные, плановые, которые уже знают свой статус, дают специальный анализ, который называется моноглобулин М. И мы понимаем, что эти пациенты не болеют коронавирусной болезнью, поэтому они попадают в чистую зону и нахождение их там относительно безопасное. Конечно, это не исключает того, что когда они выходят в коридор, они обязаны надевать маску. Мы это все предупреждаем и предупреждаем даже вот сейчас, чтобы все помнили, что как в любом общественном месте, так и в коридоре черного учреждения надо соблюдать противопедемический режим. В местах пребывания в палатах, в режиме метро и дистанции от других пациентов, конечно же, пациенты могут маску снимать. Буферная зона и грязная зона созданы специально для того, для тех пациентов, которые поступают с неизвестным статусом, которым надо тоже оказывать медицинскую помощь, иногда это по жизненным показаниям. И эти пациенты попадают в такую зону, где их условно считают подозрительно заболевшими, подозреваемыми на COVID. И для этого весь персонал одет специальным образом, согласно стандартам. У нас есть такой додаток, который утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины, номер 14, 11, 14 июня, где описано четко, как в такой ситуации должен быть одет сотрудник. Все эти средства индивидуальной защиты выдаются обязательно под роспись каждому из сотрудников в достаточном количестве. Все пациенты, которые поступают ургентно, как я уже сказал, у них считается неизвестный статус по COVID. Они попадают в эту грязную зону и к ним относятся как к подозреваемым пациентам по COVID. До тех пор, пока либо они не выписываются из них, решается вопрос быстро, оперативно. В некоторых ситуациях ургентных этого достаточно. Если пациентам требуется длительное продолжение лечения и выполняется на месте у нас в лечебном учреждении иммуноглобулин М, и после этого пациент переводится в чистую зону по результатам этого анализа. Все эти моменты прописаны у нас в так называемых стандартных операционных процедурах, СОП или другое название, в которых описано четко, алгоритмизировано, подробно ход того или иного мероприятия по профилактике COVID. Это, как, например, организация буферной зоны, организация правила одевания средств индивидуальной защиты, их надо правильно одеть, правила снимания индивидуальной защиты, переход из чистой зоны в грязную, условия работы в грязную. Все это имеет четкий алгоритм, все это прописано, и с этим сотрудники однокамливаются неоднократно. У нас есть специальные для этого занятия, у нас есть инструктажи, плановые, внеплановые, целевые по некоторым вопросам, правильности поведения персонала в условиях нашей идеи.